Замёрзла девочка, 9 лет, в зелёном курточке. Я вышла, мне 80 лет, я вышла, оделась вот так же, вышла, плачу, вышла, её стала висеть, где ей хотя бы пройти. Она совсем завязла. И стоит, не знает, я говорю, иди, ты же здесь мёрзнешь в лёд. А ещё пожилой мужчина поскользнулся, упал в лужу. Вытаскивали всем двором. Сдерживая слёзы, добавила пенсионерка. Выходить из подъезда она отказалась. И на то понятная причина. В квартирах дома номер 48 по улице Хрустальной воды нет. Зато во дворе её предостаточно. Люди оказались просто заложниками ситуации. Нужно пойти по делам, на работу, отвезти ребёнка в детский сад, а сделать и шаг не получается. Людям приходится идти либо через снежные сугробы, либо откладывать свои дела на потом. Именно по последнему сценарию и начался день у многих жильцов. Кто-то так и не попал на приём к врачу. Кто-то не смог купить пачку молока в магазине. Пока наша съёмочная группа разговаривала с очевидцами, пожилые люди, дети и взрослые буквально карабкались в обход Хрустального моря. Не обошлось ей без падений. Центр детского творчества, школы. Вот школьники сегодня шли, тонули. Это я тоже всё из окна наблюдала. Потому что сама хотела пройти утром сегодня в больницу. Но когда увидела, машины тонули там. О помощи местные жители кричат с самого утра. Звонили в Ульяновск водоканал, городскую администрацию. Чиновники среагировали. Пообещали прислать в течение часа технику, чтобы откачать воду. А вместе с тем и оборудовать временные пешеходные тропинки. Нашли и причину порыва. Специалисты разобрались в этом вопросе. Рядом проходит множество электрокобелей. Имеется трансформаторная подстанция. Поэтому из заблуждающих токов возникла электрокоррозия на сети диаметром 200 миллиметров. Потому как у нас зима, выпал снег. В воде особо уходить некуда. Поэтому она вся пошла куда? По прочищенным проездам. Если заваленные снегом улицы можно назвать прочищенными проездами, вопросов к чиновникам нет. Дворовые территории чистят сами жители. Машины не могут проехать. Об этом ульяновцы ежедневно сообщают в социальных сетях. В свою очередь управляющие компании заявляют, уборка ведется в штатном режиме. Порыв в железнодорожном районе лишь сорвал пластырь с многолетней проблемой, которую в свою очередь не решить установкой временных переходов под светом камер.